Приветствую всех, вы на канале След Истории. Сегодня речь пойдет про Павлика Морозова. В 1954 году 12-й съезд ВЛКСМ утвердил создание Книги почета Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Пионером-героем номером один в ней значился Павлик Морозов, однако в конце 20-го века появились сомнения и в том, что он действительно совершил отважный поступок, и в том, что он вообще был пионером. Героический миф превратился в свою противоположность. Современные дети и подростки вряд ли представляют, кто такой Павлик Морозов, эпоха пионеров-героев ушла. Однако долгие годы считалось, что этот мальчик подал всем пример того, как общественное надо ставить гораздо выше личного. Советский миф о Павлике гласит, что будучи сыном председателя сельсовета села Герасимовка Тобольской губернии, сейчас Свердловская область. В 1931 году он рассказал о нарушениях, которые допускал его отец. А по тем суровым временам нарушения были серьезные. Трофим Морозов выдавал репрессированным и выселенным кулакам справки о том, что они являются жителями Герасимовки. Так абсолютно бесправные спецпереселенцы получали документ, с которым могли, например, уехать из села. Вышестоящее руководство узнало об этом, благодаря сознательности пионера Павлика Морозова. Дымов подошел к столу, над которым висел кусок картона с надписью «Председатель сельсовета Морозов». У меня к вам вопросы есть, товарищ Морозов. Я тут внимательно просмотрел список дворов Дымов, посмотрел в глаза председателю. Честно говоря, странный список. А в чем странность, товарищ Дымов? Морозов отвел глаза в сторону. Выходит, что у вас в Герасимовке кулаков нет. Что не фамилия, то бедняк или середняк. А вот люди говорят другое. Да кто говорит-то, товарищ Дымов, из повести Губарева Павлик Морозов. Трофим Морозов был осужден на 10 лет. Некоторое время спустя Павла и его младшего брата Федю нашли убитыми в лесу, и в совершении преступления заподозрили деда мальчиков Сергея и двоюродного брата Данилу. Якобы в доме старшего Морозова нашли и нож, с помощью которого было совершено убийство, и окровавленную одежду. Восстановить реальную картину событий, сегодня достаточно сложно. Слишком много раз переписывалась эта история. Но общая канва выглядит следующим образом. Паша Морозов родился в 1918 году в селе Герасимовка, где и провел всю короткую жизнь. Его отец Трофим Морозов, участник гражданской, в родном селе возглавлял местный совет и действительно выдавал фальшивые справки раскулаченным. У Морозовых, кроме Паши, было еще четыре сына, один умер младенцем. Тем не менее, Трофим Сергеевич ушел из семьи, оставив жену Татьяну поднимать мальчиков. Женщина оказалась в непростой ситуации и без особой поддержки, потому что семья мужа относилась к ней прохладно. Выходя замуж за Трофима, Татьяна настояла на том, чтобы жить собственным хозяйством, а не с родителями, поэтому невестку Морозовой не жаловали. В 1931 году Трофима Морозова осудили на 10 лет за различные злоупотребления. Помимо спекуляций и справками, он еще и присваивал себе конфискованное имущество. По сохранившимся документам, Павлик как старший сын свидетельствовал перед судом и подтвердил, что отец относился к матери плохо, бил, но вряд ли именно он донес на отца. Более того, некоторые исследователи, занимавшиеся этой историей, считают, что мальчик не появлялся перед судом лично, там просто зачитали то, что он рассказывал. Предположения о том, что донос от сына был, основывались на словах следователя, по этому делу Елизара Шепелева, но позже он сам отказался от этого утверждения. 2 сентября 1932 года Татьяна уехала в город, а дети пошли за ягодами в лес. Вернувшись домой, мать не нашла сыновей и подняла тревогу. Тела Паши и Феди обнаружили достаточно быстро. Их никто не пытался спрятать, они лежали на лесной опушке. Окровавленный нож действительно нашли в доме их деда Сергея. 19 ноября 1932 года начался суд над Сергеем, Ксенией, его женой, и Данилой Морозовыми, а также Арсением Кулукановым, местным Кулаком, который был крестным Павла. Кулуканова и Данилу в итоге расстреляли, старшие Морозовы умерли в тюрьме. Официальная точка зрения гласит, что мальчики были убиты из мести, однако об истинных причинах этого преступления спорят и сейчас. Версия 1. Не исключено, что мальчиков убили действительно из мести, но главная причина была не в том, что Павлик предал отца. Дело в том, что дед, Сергей Морозов, передал сыну земельный надел, когда тот женился. Так как Трофима посадили, земля должна была достаться старшему сыну, Павлу. Вполне возможно, что Сергеем Морозовым двигало желание вернуть землю себе. Версия 2. Есть версия, что Павлик действительно донес на отца, но его мотивы были отличными от пионерской идеологии. Отец, как и дед, отличался суровым нравом, Трофим Морозов бил жену и детей, пил, и мальчик просто хотел ему отомстить. А уже потом дед, бабушка и двоюродный брат отомстили ему. Версия 3. Юрий Дружников, журналист и писатель, расследовавший это дело, выдвинул свою версию, согласно которой убийство мальчиков было провокацией со стороны ОГПУ. В ходе изучения документов Дружников обратил внимание на то, что первые протоколы, касающиеся убийства, датированы 4 сентября. На эту дату официально тела еще не были обнаружены. На основании этого писатель предположил, что мальчиков убил некий исполнитель от ОГПУ, а окровавленный нож, который нашли в доме Морозовых, был вовсе не орудием преступления, а им резали скот. Учитывая, что накануне Татьяне Морозовой помогали резать теленка, с этой точки зрения все сходится. А громкое убийство ОГПУ нужно было, чтобы свалить вину на кулаков и развернуть террор. Версия 4. Профессор Оксфордского университета Катриана Келли, написала об этом деле книгу товарищ Павлик. Изучив документы, она обратила внимание на противоречивость показаний обвиняемых в убийстве. Сначала сознался Данила, потом вину на себя взял дед, которому на момент убийства было уже за 80. По мнению Келли, так как между двоюродными братьями Павлом и Данилой были плохие отношения, они неоднократно дрались, то вполне возможно, убийство совершил Данила из личной неприязни к брату. А дед потом все взял на себя. Как бы то ни было, официальный миф о Павлике Морозове сложился, очень быстро, в том числе во многом благодаря Максиму Горькому. В 1933 году он получил книгу провинциального писателя и журналиста Павла Соломейна, посвященную Морозову, и понял, что это благодатная тема. Образ пионера, который героически отстаивал свои идеалы, пришелся ко времени, Горький даже инициировал сбор средств на памятник пионеру в Москве. В 1935-1936 годах признанный мастер Сергей Изинштейн снимал по мотивам истории Павлика фильм, который получил название «Бежен лук», главный герой именовался Степок. Первый вариант картины подвергся критике как неоднозначный, к работе над сценарием привлекли Исаака Бабеля, настаивали на том, чтобы пионер, который боролся за коллективизацию, в итоге остался жив. Однако и второй вариант не устроил цензоров, и фильм запретили к показу. Единственная его копия погибла во время бомбежки Москвы в 1941 году. А миф о Павлике Морозове дожил примерно до конца 1980-х, когда начал активно пересматриваться.